Здравствуйте! Меня зовут Сергей Евгеньевич Городецкий. Я доцент кафедры высшей математики МФТИ и я также участвую в составлении задач Олимпиады «Я профессионал». Сегодня мы с вами разберем вариант Олимпиады прошлого года, посмотрим, как решались задачи, что за задачи вообще там были. Касательно каких-то советов по подготовке Олимпиады, касательно каких-то принципов, которыми мы руководствуемся при составлении варианта, ну то есть какого рода задачи примерно там включаются. Я все это рассказывал, когда у нас осенью была консультация к первому этапу, и я не вижу сейчас большого смысла то же самое мне повторять. Ссылка на вот эту вот предыдущую консультацию, она будет доступна в описании к этому видео. Ну и вы можете пройти и начало той консультации посмотреть. В целом, если есть какие-то текущие вопросы, то я на них готов ответить. Ну а так вот основное, что нам сегодня предстоит сделать, это разобрать вариант предыдущего года. Ну и я предлагаю начинать. Вот перед вами первая задача. Нужно найти остаток отделения. Ну каким образом это решаем? То есть поскольку у нас делитель это многочлен третьей степени, то остатком является многочлен степени не выше второй. Ну и тогда в результате деления мы сможем с вами представить наш многочлен в таком виде. Значит здесь P от X это частное отделение, вид которого нас в общем-то не интересует. А альфа, бета, гамма это у нас какие-то неизвестные коэффициенты. То есть вот это есть остаток. Ну так как он степени не выше второй, то есть он должен быть меньше, чем третьей степени, его можно представить в таком виде. Ну при этом вот таким образом мы можем записать многочлен степени 2 или меньше. Да, в том числе и нулевой многочлен так тоже можно записать, если все три коэффициента альфа, бета и гамма обнуляются. Далее, что мы сделаем? Давайте мы разложим вот этот вот делитель на множители. Ну в том числе получились два множителя с комплексными корнями. Ничего страшного в этом нет. А далее, поскольку вот это вот равенство у нас является на самом деле тождеством, то есть оно выполнено при любых значениях X, мы можем сюда подставить удобное для нас значение X. Ну и давайте это сделаем. То есть, во-первых, мы подставляем X равное нулю. Удобное значение — это те значения, при которых вот этот вот делитель зануляется. Потому что тогда у нас из равенства идет P от X. P от X — это ну некий многочлен какой-то 997 степени, насчет которого мы ничего не знаем и знать не хотим. Вот. Поэтому нам единственное, что имеет смысл подставлять, это те X, при которых вот этот член занулится. Потому что иначе там будут присутствовать ненужные нам какие-то слагаемые, ничего мы не получим. Значит, при X равном нулю мы слева получаем ноль, а справа получаем гамму. Ну, все просто. Потом подставим X равное I корней из двух. Ну, тогда давайте посчитаем. Если I корней из двух возвести в тысячную степень, то это что надо сделать? I корней из двух в квадрате — это минус 2, то есть получится минус 2 в пятисотой. А потом здесь у нас выйдет, значит, как минус 2 в четыреста девяносто девятой и умножить на I корней из двух, видимо, такое. И справа мы получаем от этого ноль. Ну, и сюда подставляем, выходит минус 2 альфа плюс I корней из двух бета. Ну, и давайте мы уже сразу учтем, что гамма равно нулю. Ну, то есть, коли мы получили вот это условие, да, то можем его сразу же учесть. Да, что плюс гамма я уже вот сюда не дописываю. И далее вышло равенство. И теперь, поскольку у нас альфа и бета числа действительные, ну, а это понятно просто из того, что мы многочлен с действительными коэффициентами, хотим разделить на многочлен с действительными коэффициентами, естественно, что остаток будет также квадратный трехчлен с действительными коэффициентами. И поскольку альфа и бета действительные, то, приравнивая действительные части, мы получаем, что 2 в пятисотой степени равно 2 альфа. Ну, а приравнивая мнимые части, мы находим, что минус 2 в 499 степени да на корень из 2 равно корень из 2 на бета. Ну, и отсюда альфа равно 2 в 499 степени, а бета — это минус 2 в 499. Ну, гамма мы уже выше нашли, что это 0. Ну, и того остаток — это у нас 2 в 499 степени х квадрат минус 2 в 499 степени х. То есть вот он остаток. Ну, замечу также, что можно было бы остаток найти в лоб, выполняя деление уголком, но на самом деле это довольно неприятно. И, ну, метод такой, как сказать, которым я бы не советовал пользоваться. Ну, бывают ситуации, может быть, где он окажется лучше, но, по крайней мере, если легко находятся корни делителя, то точно этого делать не нужно. А, минус 2 альфа, все, я понял. Значит, альфа — это минус 2 в 499 степени. Да, спасибо. То есть тут знак минус пропал. Ну, если больше вопросов нет, то давайте тогда двигаться дальше. И следующая задача, вот она перед вами. Что такое кососимметрические матрицы на всякий случай в условии вам дано? Ну, кососимметрическая матрица, как она устроена? За счет того, что а транспонированное равно минус а, ну, это что означает? Что а и житое равно минус а житое, да? То есть выходит как? Что если у нас есть матрица, то если мы знаем все, что написано над главной диагональю, то мы с учетом этого соотношения можем определить и все, что ниже главной диагонали. Кроме того, у нас очевидно, что, ну, если мы подставляем в это соотношение, что жи равно и, то мы получаем а и и тое равно минус а и и тое. То есть выходит, что а и и тое равно нулю. И то есть значит, что у нас на главной диагонали все элементы нули. Выше главной диагонали мы выбираем элементы произвольно. Ну, а ниже главной диагонали они уже тогда восстанавливаются однозначно, потому что находятся здесь. То есть всего у нас в матрице такой 49 элементов, ну, матрица 7 на 7. Из них 7 нулей. И половину из них мы выбираем произвольно, ну а оставшаяся часть уже как бы как получится. Тогда получается, что размерность пространства вот этого кососимметрических матриц есть 21. Ну и далее известное свойство для линейных операторов следующее. что размерность образа плюс размерность ядра в сумме дают размерность пространства отображаемого. То есть у нас такая есть формула, что размерность образа плюс размерность ядра равно размерности L. Ну и дальше, если мы предположим, что эти две размерности равны, исходя из того, что размерность L это 21, мы получим, что эти обе размерности равны 10,5. Ну и тогда получается, что у образа и у ядра размерности разные, ну а если разные размерности, то совпадать они никак не могут. То есть не может быть такого линейного преобразования, что ядро и образ друг с другом совпадают. Задача, как видите, короткая, но надо было сообразить, в чем тут дело. Ну, в этой задаче, если мы рассматриваем два различных решения уравнения, ну, конечно, как-то Y1, Y2 это должны были быть индексы, что-то случайно съехало. Если мы рассматриваем два различных решения уравнения, то их разность представляет собой решение однородного уравнения. Это довольно простой факт, который выводится каким образом. Даже если вы это забыли, то получается это очевидно. То есть если Y2 это решение, то значит для Y2 у нас справедливо такое равенство. Если Y1 это решение, то для Y1 справедливо аналогичное равенство. Ну и вычитая из одного уравнения другое, мы получим, что разность удовлетворяет однородному уравнению. Ну, вот, собственно, это доказано. Значит, дальше давайте мы решим это однородное уравнение. То есть у нас характеристическое уравнение – это лямбда в кубе плюс 4 лямбда в квадрате плюс 4 лямбда равно нулю. Ну, даже характеристический многочлен я просто запишу и найду его корни. Выходит лямбда на лямбда плюс 2 в квадрате. То есть корни у нас какие? Лямбда 1 равно нулю, а лямбда 2 и лямбда 3 равно минус 2. Ну, значит, тогда у нас выходит, что разность Y2 минус Y1 – это есть функция такого вида. C1 плюс C2x на e в степени минус 2x плюс C3. И отсюда мы видим, что если X мы устремляем к плюс бесконечности, то вот это дело стремится к нулю. Ну, а значит, все это выражение стремится у нас к C3 и тем самым предел существовать обязан. То есть он может быть любым, ну, потому что это константа может быть какая угодно, да. Но какой-то конечный предел у нас обязан существовать. Вот, собственно, вся задача. Ну, вот теперь такая задача. Она, на самом деле, в разных вариантах была с несколько разной формулировкой. И здесь, в принципе, вот в этом варианте, вот насчет AN были несколько разные версии заданы. В этом варианте, вообще говоря, AN можно найти явно, но для решения задачи во всех вариантах хватало такой вот простой оценки, что AN, оно где-то расположено вот в этих пределах. Ну, это, в общем-то, понятно, что если количество каких-то чисел, не превосходящих N в 2020 степени, то оно у нас такое. А далее, чтобы посчитать радиус сходимости степенного ряда, ну, а это не что иное, как степенной ряд, нам с вами нужно найти просто-напросто предел корня N степени из вот этого, да, то есть корень N степени из модуля. Сейчас. Давайте я обозначу просто вот, сейчас один момент, вот этот коэффициент как CN, то есть мне надо найти корень N степени из модуля CN, ну, вообще говоря, найти верхний предел, и это и будет единица, деленная на R, да, это вот формула Каши Адамара для радиуса сходимости степенного ряда. Ну, в данном случае у нас окажется, что и без всякого верхнего просто предел существует. Ну, если мы его посчитаем, то он у нас равен чему? У нас выходит предел при N стремящемся к бесконечности. корень N степени из N, деленная на, когда мы извлекаем корень N степени из 3 в степени 2N, выходит 9 просто, да, то есть выходит одна девятая предела при N стремящемся к бесконечности, корень N степени из N. А с учетом этой оценки у нас получается, что предел равен 1, ну, потому что как мы это получаем? Мы из всех трех частей неравенства извлекаем корень N степени. Ну, и дальше известно, что вот этот предел равен 1, ну, и тогда по теореме о двух милиционерах и вот этот предел тоже равен 1. Поэтому, собственно, нет смысла находить точное значение вот этого выражения. Его можно найти, но большой нужды в этом нет. Ну, и выходит, что здесь одна девятая, ну, и поэтому радиус сходимости ряда это 9. Вот, собственно, вся задача. Ну, такая, с одной стороны, задача решается в лоб, да, с другой стороны, вот здесь, конечно, несколько пугает вот это вот условие, и надо с ним разобраться, и надо понять, что в действительности даже и формула никакая для этого АН-ного не нужна, да, то есть когда мы радиус сходимости ряда ищем, то нам нужно найти вот такой в итоге предел. Ну, давайте дальше движемся. Ну, касательно вот этой задачи, она такая, ну, с одной стороны не очень сложная, а с другой стороны она, конечно, требует, ну, некой такой квалификации и знаний, да, как вообще подобные вещи делаются. Давайте мы нарисуем прямоугольник. Ну, и кроме того, она требует, конечно, как-то аккуратного расчета. То есть надо помимо знаний еще все взять, аккуратно посчитать. Ну, вообще, если вы знакомились с вариантом не только этого года, но и какие-то прошлые варианты смотрели, ну, вы видели тоже, что часть задач бывают такие чисто технические, ну, или не чисто тех, ну, наверное, не чисто технические, ну, которые содержат в довольно большом количестве технические вот, ну, всякие элементы, да, что что-то надо вот сосчитать, а часть задач, они, ну, вот такие более чисто олимпиадного плана, да, что что-то надо придумать, изобрести, да, то есть задача вот в этом плане разная. Но если у нас случайные величины ксиета равномерно распределены на этих отрезках и независимо, то можно сказать, что случайный вектор ксиета у нас равномерно распределен вот в этом прямоугольнике. Когда нам нужно найти плотность распределения кси минус 2 это, то начинаем мы со следующего. Мы находим сначала функцию распределения, которая по определению, это есть вероятность того, что гамма меньше х. То есть функция распределения случайной величины — это просто такая вероятность. Ну, а далее, чтобы получить плотность распределения, нам надо будет просто функцию распределения продифференцировать. Ну, дальше нам надо в зависимости от вот этого вот х определить… Давайте, с учетом того, что я здесь взял координаты x, y, давайте я подставлю другую буковку. Давайте t возьмем. Да, то есть мне надо в зависимости от t определить вероятность того, что кси минус 2 — это меньше t. Ну, дальше на самом деле понятно, что если мы вот здесь вот… Ну, переменная х, она соответствует случайной величине кси, переменная y — случайной величине это. Ну, если мы здесь будем рисовать прямые виды, ну, такие вот… x минус 2y равно t, то есть прямые этого семейства, то это выйдут прямые какого вида? Это y равно x пополам минус t пополам. То есть это выходит прямые с угловым коэффициентом 1,2. И нас интересует событие, когда х минус 2y, оно какое? Оно меньше t. Это будет, соответственно, означать, что y больше, чем х пополам минус t пополам. Ну, и тогда видно, что если у нас прямая имеет вот такое расположение или находится ниже, то тогда получится, что вероятность события попросту равна единице. То есть тогда мы… нам надо, чтобы y оказался больше, чем вот это. То есть нам надо посчитать вероятность того, что точка окажется выше прямой. Ну, если прямая расположена так или еще ниже, то тогда мы, выбирая точку в прямоугольнике, наверняка окажемся выше этой прямой, вероятность единицы. Ну, давайте смотреть. Это, значит, что за прямая у нас? Вот здесь вот значение 2, то есть это прямая у равно х пополам плюс 2. То есть что у нас выходит? Что если у нас… чтобы прямая оказалась расположенной вот так вот или ниже, у нас должно выполняться условие… ну, давайте считать. Минус t пополам должно быть меньше или равно 2. То есть это означает, что t больше или равно минус 4. То есть и мы здесь получаем единицу, если t больше либо равно минус 4. А потом эта прямая начинает… ну, вот если мы ее поднимаем выше, она у нас смещается, и уже не всякая точка окажется в… ну, не всякая точка окажется выше прямой. Нам надо разобрать, по сути дела, несколько случаев. Вот если прямая расположена вот так, как я нарисовал вот следующую вот эту вот… то есть она пересекает нижнюю сторону прямоугольника и правую сторону прямоугольника. Во-первых, при каких-то это бывает. Но это, я так понимаю, нам нужно, чтобы… вот эта вот точка пересечения минус t пополам было от 2 до 4. Это означает, что t от минус 8 до минус 4. То есть вот тогда у нас прямая проходит так. И тогда как посчитать вероятность того, что вот это событие случится? Ну, ясное дело, надо площадь вот этого вот, того, той части прямоугольника, которая выше красной прямой, поделить на площадь всего прямоугольника. Ну, дальше смотрим. То есть, что… наверное, удобнее всего посчитать как. Удобнее вычислить площадь вот этого вот отсеченного треугольника, да, и вычесть эту площадь из площади всего прямоугольника. Ну, а для того, чтобы найти площадь отсеченного треугольника, значит, что мы делаем? Мы берем вот у этой прямой уравнения, да, y равно x пополам минус t пополам. Так, сейчас, да, чего-то я… я понял, что-то я неаккуратно нарисовал. То есть, тут, да, мне правильно сказали не… не двойка, да… Значит, тут пять вторых должно быть, да, я чего-то… сейчас я поправлю. Ну, это придется везде мне поправлять. Да, была бы клетчатая бумага, такого бы точно не вышло. Сейчас исправим. Значит, тут у нас… да, тут же 3,4. Значит, тогда, если у прямой… Насколько я понимаю, вот эта точка должна быть пять вторых… Нет, сейчас, значит, мне надо, чтобы прямая проходила через точку с координатами 3,4. 4 равно 3 вторых плюс… Минус t пополам. Сейчас, один момент. То есть, я просто беру уравнение прямой и подставляю сюда точку. 4 – это 3 вторых минус t пополам. Значит, я получаю, что минус t пополам… Вернее, просто t пополам – это… сейчас… Минус t пополам – это 5 вторых, да. То есть, у этой точки координата 5 вторых. Ну, а соответствующее значение t – это минус 5. То есть, вот здесь вот будет минус 5, тут, значит, 5 вторых, и тут тоже минус 5. Да, вот так вот. Теперь, я надеюсь, правильно. Тогда… Сейчас, дайте я еще… Уберу вот эти вот черточки. Угу. Да, значит, что теперь нужно, чтобы посчитать площадь этого треугольника. Ну, вот у меня есть уравнение этой прямой. Давайте я найду координаты, в которых эта… ну, вот эта вот прямая пересекается с прямой горизонтальной y равно 4, и найду координаты, в которых она пересекается с прямой вертикальной x равно 3. Значит, что у меня получается? Если я беру вот это вот y равно x пополам минус t пополам, и подставляю y равно 4, то я отсюда получаю, что x… это есть что такое? x – это t плюс 8. То есть вот у этой точки абсцисс – это t плюс 8. Ну, как раз похоже на правду, то есть если t вот в этих пределах от минус 8 до минус 5, то t плюс 8 как раз-таки пробегает все значения от 0 до 3, так и должно быть. И второй момент, если я возьму ту же самую прямую y равно x пополам минус t пополам, и подставлю x равно 3, то я тогда получу, что y – это 3 минус t все пополам. А, я понял, так у меня же я из-за того, что там ошибся… из-за того, что я там ошибся, у меня тоже… вот эта граница еще неправильная. То есть у меня… сейчас я поправлю… вот эта граница, которая была написана здесь, она… она тоже неверная, то есть мне надо установить при каком… да, значит… сейчас… или нет… вот эта граница как раз верная, то есть у меня вот так вот получается, то есть если я здесь провожу… а, то есть это я зря начал исправлять, то есть тут как раз 4, а тут тогда минус 8, хорошо. Так, да, что я получил, что вот эта вот точка имеет координату 3 минус t пополам. Теперь давайте посчитаем площадь вот этого вот выделенного желтым цветом треугольника, ну, площадь прямоугольного треугольника как считается. это полупроизведение катетов, то есть получается, что один из катетов – это у нас 3 минус t плюс 8, а второй катет – это надо взять 3 из 3 минус t пополам, вычесть четверку и взять полупроизведение. Это выходит площадь отсеченного треугольника, ну, а вероятность в этом случае у нас, ну, попасть в область чему равна? Надо из площади прямоугольника, из 6, вычесть площадь этого треугольника отсеченного и поделить результат на 6, да, на площадь всего прямоугольника. То есть вот такая вот вероятность у нас выходит вот здесь. Ну, давайте я ее назову как-нибудь, что это p1at, значит, вот это p1at, когда t у нас в пределах от минус 8 до минус 5. Ну, следующий такой момент, который надо отметить, это когда прямая у нас пройдет вот через эту вершину. Это, видимо, получается, что t от минус… вот прямая проходит через точку с координатами 3 и 6, а при t равном минус 9. Да, то есть вот следующий промежуток для t это будет от минус 9 до минус 8. И тогда у нас вот на этом промежутке мы получим, что… ну, вот прямоугольник наш разрезается каким образом? он разрезается так, то есть у нас пересекаются обе боковые стороны, да, то есть вот при этих значениях t, то есть он разделяется на две трапеции. Ну, опять же, определить координаты точек тут большой сложности нет, то есть вот эта точка, мы ее уже находили координату, это 3 минус t пополам, ну, это точка пересечения вот такой вот прямой с прямой x равно 3. А вот эту точку ее еще легче найти, это надо подставить x равно 0, и у нас выходит просто минус t пополам. Ну, и дальше вероятность, это, соответственно, что такое? Это надо взять площадь вот этой верхней трапеции, разделить на площадь всего прямоугольника. Ну, то есть это выйдет формула у нас третий случай, когда t от минус 9 до минус 8, то у нас выйдет функция p2t. Ну, площадь трапеции как посчитать? Это полусумма оснований умножить на высоту. Высота — это двойка, причем двойка, тройка. Значит, трифт, ну, полусумма оснований, вот половину я записал сюда, высоту, и теперь надо сумму оснований написать. То есть это 3 плюс... это 6 плюс t пополам, и второе основание — это 6 минус 3 минус t пополам. То есть вот эта вот часть — это вот это основание, а вот эта часть 6 плюс t пополам — это вот это основание. Ну, и, соответственно, чтобы получить вероятность, мы помним площадь трапеции делим на площадь всего прямоугольника — это 6. Ну, дальше следующее, то есть тут вот выходит p2t. Еще чуть-чуть остается. Следующая прямая, которая нам интересна, она проходит уже вот как-то таким образом. То есть нам подойдет только вот этот вот треугольник, который сверху вот такой вот маленький. Ну, и здесь... давайте опять же нарисую. То есть у нас будет отсекаться вот этот треугольник. Вот эта вот точка по-прежнему имеет координату минус t пополам. Ну, это та же самая координата, что здесь была. Вот. А чтобы найти координату вот этой вот точки... Ну, я ее прямо здесь подпишу, ничего страшного не будет. Нам надо взять и определить, в какой точке прямая пересекается с горизонтальной прямой у равно 6. Ну, если мы у равно 6 сюда подставим, нам надо выразить х. Это получается 6 плюс t пополам, и еще надо умножить на 2. То есть, если я правильно понимаю, это 12 плюс t точка. Вот. И, значит, в этом случае нам нужна площадь такого прямоугольного треугольника. Соответственно, при каких t, насколько мне кажется, от минус 12 до минус 9. Минус 12 — это, получается, то значение t, при котором прямая проходит через точку с координатами 0,6. Вот. И при этих значениях t у нас выходит, что вероятность... Ну-ка, это p3 от t. Значит, мы берем площадь треугольника — это 6... Полупроизведение катетов опять же, да? 6 плюс t пополам. Это вертикальный катет, потом горизонтальный катет — это 12 плюс t. Дальше нам нужно полупроизведение катетов. И делим его на площадь всего прямоугольника — это, получается, вероятность. Значит, здесь p3 от t. Ну и, наконец, ясно, что если мы t будем еще уменьшать, то прямая поднимется выше этого уровня. Она не будет пересекать прямоугольник вообще. И у нас в конечном счете выйдет 0, если t меньше минус 12. Ну и, на самом деле, дальше все, что нужно — это посчитать производную от этой функции. Ну, функция у нас дифференцируема почти всюду. Ну, то есть она не дифференцируема только в точках, где у нас склеиваются вот эти отрезки. Ну, там и неважно, мы можем плотность распределения определить любым образом. То есть понятно, что известное свойство плотности, что если мы ее в конечном числе точек как-то изменим, то от этого результат никак не будет зависеть. Вот во всех формулах, где плотность фигурирует, так и выходит. Собственно, дальше упростить эти выражения и взять производные я уже сейчас делать не буду. Предоставлю вам это сделать самостоятельно. Как вариант, в принципе, наверное, это будет попроще. Ну, попроще с какой точки зрения? Что, может быть, технически будет немножко легче. Значит, как вариант, можно использовать либо формулу свертки. Но если вы используете формулу свертки, то надо вначале понять, что если вот случайная величина это равномерно распределена на отрезки от 4 до 6, то как именно распределено минус 2 это. Это вроде не сложно. А второй вариант, что вы можете вспомнить, как изменяется плотность случайного вектора при замене переменных. И посчитать с помощью этой формулы. Технически выйдет задача немного проще. Ну, то есть решение задачи выйдет проще. Но, с другой стороны, это, конечно, требует неких дополнительных знаний. Ну, то есть можете посчитать, как же сделать, ну, например, вот такую замену. То есть, скажем, кси минус 2 это равно х. А, ну, какую-нибудь вторую компоненту вектора можем просто выбрать так, чтобы была невырожденная замена. Да, то есть можем от случайного вектора с компонентами кси это, который изначально был, перейти к случайному вектору с компонентами xy, найти его плотность. Ну, тут я говорю, надо повторить, как эта формула берется. А потом, когда вы найдете двумерную плотность xy, то чтобы получить плотность одной из компонент, надо будет это по второй компоненте проинтегрировать. Ну, вот альтернативный способ решения. Он будет, возможно, чуть проще, что вам не надо будет по картинке смотреть, определять эти границы. Ответ-то все равно такой же получится. То есть, когда вы будете интегрировать, там тоже какие-то придется случаи разбирать. От этого никуда не дьется. Да. Ладно, вроде тогда с этой задачей мы завершили. Ну, кстати, да, могу сказать, что, несмотря на то, что, ну, вот, какой-то объем выкладок по сравнению со всеми предыдущими задачами здесь, ну, достаточно большой, но вместе с тем решали эту задачу не так и плохо. Дальше идет задача, ну, формально по вероятности. Реально я бы сказал, что больше задачи это по комбинаторике. Ну, ну, потому что комбинаторика, ну, классическая модель теории вероятности, она, ну, не в большинстве, но в очень многих случаях сводится к комбинаторике. То есть надо что сделать? Посчитать общее количество исходов и количество благоприятных исходов посчитать, и одно поделить на другое. Получится вероятность. Ну, у нас, то есть, здесь есть девять точек, здесь девять и здесь девять. Нам надо, что значит сделать? Общее количество исходов, если мы четыре точки выбираем, это C из двадцати семи по четыре. Ну, опять же, сейчас досчитывать это до конца я точно не буду. Вот. Что касается количества благоприятных исходов. Ну, тут давайте подумаем, как можно взять точки, чтобы, четыре точки, чтобы они являлись вершинами четырехугольника. Тут, на самом деле, варианты какие? Можно взять две точки на одной стороне и две на второй стороне, на третьей ничего не брать, и количество таких способов, то есть это общее количество способов. Количество способов вот взять так, как отмечено. Это что мы должны сделать? Мы должны сначала из трех сторон выбрать две. Это вот столько способов. Да, там поступило некое замечание. Да, наверное, вы правы, действительно, там выходит, что дифференцируемость есть, а непрерывный, ну, в общем, уже второй производный не существует. Так, значит, мы должны выбрать сначала две стороны из трех, на которых мы отмечаем точки, а потом выбрать две точки из девяти. Количество способов это C из девяти по два и C из девяти по два. Ну, то есть получается, что вот такого вида наборов у нас N1. И второй вариант, который может подойти, это на двух сторонах отмечено по одной точке, и еще на одной стороне две точки. Ну, и здесь опять же есть C из трех по два, ну, или по одному, это не важно, в общем, это тройка и это тройка. То есть мы выбираем те две стороны, на которых будут по одной точке, на оставшейся стороне будут две точки. И потом C из девяти по два на девять на девять. Ну, то есть девятью способами можно выбрать эту точку, девятью эту точку и C из девяти по два, вот эти две точки. Ну, и искомая вероятность это N1 плюс N2 деленная на N. Собственно, на этом задача решена. В принципе, некоторые решали эту задачу следующим образом, то есть находили количество неподходящих наборов. Реально это не сильно проще, не сильно сложнее. То есть какие наборы точек не подходят, тут тоже можно посчитать. Не подходят наборы какого вида? Когда все четыре точки лежат на одной стороне, то есть вот это не годится. И второе, что не годится, это если три лежат на одной стороне и одна на другой. То есть понятно, что наборы такого вида и такого вида тоже посчитать не очень сложно. То есть все остальные случаи нам, по-видимому, годятся. То есть вот они, остальные случаи здесь и здесь. Ну, и то есть можно было посчитать N3 здесь наборов, N4 здесь наборов, и вместо N1 плюс N2 взять N минус N3 минус N4. Ну, это не очень важно, то есть главное правильный способ подсчета было предоставить. Ну, следующая задача, задача на условный экстремум. Ну, и тут давайте, что мы сделаем? Давайте, во-первых, заметим, что вот это вот множество точек, ну, которое задано, которое называется S, что оно у нас замкнутое, ограниченное. И тогда, поскольку вот эта вот функция у нас непрерывно, то ее минимум и максимум на этом множестве достигаются. Ну, кроме того, вот эти вот функции F и вот эта вот функция, они у нас являются непрерывно дифференцируемыми функциями, и поэтому мы можем, кроме того, вот у этой функции одновременно, ну, если мы найдем частные производные вот этой вот функции, ну, как-нибудь ее назовем, H от XY, это у нас H по X, это 1 на 2 корня из X, H по Y, это у нас получается 1 на корень из 2Y. Вот, и понятно, что у нас частные производные эти не обращаются в 0, то есть применим у нас метод множителя Лагранжа для нахождения стационарных точек. Ну, и давайте, что, давайте просто составим функцию Лагранжа и найдем стационарные точки теперь. Л, это у нас Е в степени 2X квадрат плюс Y квадрат плюс лямбда корень из X плюс корень из 2Y минус 3. Значит, дальше, частная производная Л по X, это 4X Е в степени 2X квадрат плюс Y квадрат плюс лямбда на 2 корень из X. И нам, значит, надо для поиска стационарных точек приравнять к нулю частная производная по Y. И это тоже надо приравнять к нулю. Ага, ну, я думаю, понятно, как эта система, то есть у нас такая вот система получается. И как мы можем эту систему решить? У нас выходит 4X на Е в степени равно минус лямбда на 2 корень из X. Ну, конечно, система не только эта, у нас еще уравнение связи в системе, третье есть. Дальше, 2Y на Е в степени 2X квадрат плюс Y квадрат равно минус лямбда на корень из 2Y. Ну, и я думаю, что имеет смысл, чтобы избавиться от экспонента, здесь поделить одно на другое. Значит, остается, что 2X делить на Y слева, а справа у нас остается, минусы лямбда сокращаются, корень из Y деленное на корень из 2X. А, то есть смотрите, как здорово получается. 2X корней из 2X равно Y корней из Y. То есть слева это у нас 2X в степени 3 вторых, справа у в степени 3 вторых. То есть получается, что 2X равно Y. Ага, ну а если Y равно 2X, то мы можем это сюда подставить. То есть получается, что Y равно 2X, значит, выходит корень из X плюс 2 корня из X равно 3 Ом. То есть выходит, что X равно 1, да? Ну, если X равно 1, то Y равен 2. Ну и дальше смотрим. Ну и дальше смотрим. У нас, значит, что есть. У нас X равно 1, Y равен 2. Ну и дальше найдем значение функции. Вот у нас есть стационарная точка. В ней значение это E в степени E в шестой, по-моему, да? Если мы сюда подставляем единицу и двойку. Ну и помимо точек 1, 2, вообще вот это уравнение задает у нас такую кривую, дугу кривой, расположенную в первой четверти. А концы этой дуги, они лежат на осях XY. Ну, то есть, если схематично нарисовать, то у нас есть что-то такое. Какая-то такая дуга. Вот. И концы этой дуги — это вот такие точки. То есть мы нашли, что стационарная точка у нас, где-то есть стационарная точка. Ну и надо также сравнить значения в стационарной точке со значениями в концевых точках дуги. То есть получается F от 0,9,2 — это у нас что такое? Это у нас E в степени 81,4, а F от 9,0 — это E в степени 162. Ну и сравнивая вот эти все три значения, мы получаем, что это минимум, а это максимум. Вообще говоря, ну, в принципе, можно и можно было из уравнения связи явным образом выразить, ну, то есть выразить X через Y, подставить сюда и исследовать показатель экспонента. Ну, в принципе, с этим можно было справиться. И, ну, надо, правда, аккуратно было исследовать показатель экспонента, то есть стационарную точку там не так легко было найти. Ну, тоже сделать это, вообще говоря, возможно. Далее, такая вот довольно хитрая задача. Ну, тут помимо, да, помимо некой вот смекалки сообразительности, нужны были еще и знания. Значит, что нужно, вот каким образом нужно было вот эту задачу рассмотреть? На самом деле можно ввести пространство функции, квадрат которых интегрируем на отрезке 0,3. Это так называемое пространство L2. И это пространство, в котором существует скалярное произведение, и скалярное произведение функции задается как интеграл от произведения функции по отрезку. Ну, это стандартная вещь. Известно, что свойства скалярного произведения выполнены в таком случае. А тогда также известно, что скалярное произведение порождает норму, ну, которая просто считается как корень из скалярного квадрата. И также известно неравенство Каши Буняковского или Каши Шварца, которое состоит в следующем, что модуль скалярного произведения меньше либо равен, чем произведение нормы f на норму g. И при этом равенство здесь может достигаться в том и только том случае, когда f и g коллинеарны. Ну, если f и g взять как векторы коллинеарны, ну, а если как функции, то скорее уместно назвать линейно-зависимо. Да, то есть знак равно бывает тогда и только тогда, когда f равно, там, c умножить на g, да. Ну, если функции у нас не нулевые. Как бы, если функции нулевые, хоть одна из функций нулевая, то очевидно, что знак равно выполняется, ну, получается в любом случае. Вот, если же обе функции не нулевые, то одна из них есть другая, умноженная на некоторое число. Вот. Значит, это те соображения, что нам понадобятся. Ну, и давайте дальше посмотрим, какие у нас равенства есть. Если вот мы рассматриваем это скалярное произведение, то по условию мы видим, что у нас дано, что f на f равняется 27. Потом нам дано, что f умножить скалярно на x минус 1 равняется 9. Ну, и тогда приходит в голову, что, видимо, нужно посмотреть еще скалярное произведение вот такое. Я, кстати, вижу замечание насчет предыдущей задачи, что это не просто кривая парабола. Я не очень понимаю, почему это парабола. Если вы посмотрите внимательно, то у вас кривая корень из x равно 3 минус корень из 2y. То есть, если вы, например, x через y выразите, то у вас выйдет 9 минус 6 корней из 2y плюс 2y, да? Это как-то не очень-то парабола. Значит, если посмотреть сюда, то скалярное произведение считается несложным. Он знает, что произведение функции должно быть проинтегрировано по отрезку 0,3. Берем первообразную. И у нас получается, если мы подставляем тройку, 8 третей, а если подставляем 0, минус 1 треть. Выходит 3. Ну а теперь смотрим, что у нас есть. У нас есть, что норма f — это 3 корни из 3, норма функции x минус 1 — это корень из 3, а скалярное произведение f на x минус 1, у нас тогда это девятка, и как раз мы видим, что скалярное произведение равно произведению двух норм. отсюда мы делаем вывод, что функция f — это есть какая-то константа на x минус 1, то есть функция линейно зависима. Ну а чтобы определить значение константа, давайте мы вот эту формулу для f подставим вот сюда. мы получаем интеграл от 0 до 3, c на x минус 1 на x минус 1 равно 9. если мы теперь сравним вот эту вот формулу с тем, что мы посчитали здесь, то когда константа не было, вышел интеграл тройка, как только константа появилась, он вышел девятка. Ну отлично, значит, c равно 3. Ну и дальше уже остается техническая задача, на самом деле дальше уже такая чисто школьная задача. Минимум по отрезку 0,3, x квадрат минус 2f от x, то есть это минус 6x плюс 6. Да, то есть у нас вышло ведь в конечном счете 3x минус 3. Ну понятно, что минимум, как найти минимум квадратичной функции, мы знаем. То есть это у нас что такое? это у нас получается x минус 3 в квадрате минус 3. Ну и минимум достигается в вершине, то есть это минус 3. Вот, собственно, все. Так. Ладно, давайте тогда перейдем к следующей задаче. Ну вот, следующая задача, она такая по геометрии. Ну и такая, как сказать, не то чтобы очень сложная, но здесь надо было аккуратно действовать. Значит, у нас есть 3 прямые в пространстве, на каждой из них выбираются по точке, ну вот А, В и С. И надо найти минимальную возможную площадь треугольника А, В и С. Прежде всего нужно исследовать, как именно эти прямые расположены. Давайте сначала направляющие векторы этих прямых найдем. Ну, они по уравнениям прямых сразу видны. Видим, что у первой и у второй прямой направляющие векторы совпадают, то есть это прямые параллельно, ну, третий прямой направляющий вектор другой. И раз направляющие векторы этих двух прямых параллельны, ну, L1 и L2, то, значит, эти прямые, ну, если они не совпадают, вроде не похожи на то, значит, они лежат в одной плоскости. Ну, и давайте попробуем, вернее, давайте составим уравнение этой плоскости. Возьмем на прямой L1 некую точку А1, ну, вот у нее координата 2, минус 1, 0. Это я беру ту точку, где все числители занавляются. На второй прямой возьмем точку А2, ну, и составим вектор тогда А1, А2. У него компоненты выходят 5, 4, 1. Так, ну, хорошо, значит, раз у нас вышли такие компоненты вектора, мы видим, что этот вектор, по крайней мере, не параллелен вот этим двум. То есть у нас получается, что эти две прямые, они, правда, не совпадают. Ну, потому что если бы они совпадали, то любой вектор, соединяющий точки на них, был бы калинярен вот тому вектору А, что у нас есть. Далее давайте составим уравнение плоскости, проходящей через прямые L1 и L2. То есть пусть гамма — это плоскость, проходящая через L1 и L2. Чтобы получить уравнение плоскости, нам нужно найти вектор нормали к ней. Ну, вектор нормали к плоскости — это мы можем посчитать как векторное произведение двух векторов, лежащих в этой плоскости, ну, или параллельных этой плоскости. То есть получаем А1, А2 — это 5, 4, 1, минус 1, 1, 1. Ну и давайте считать. У нас выходит 3i, потом g у нас выходит минус 6g, а k выходит 5 плюс 4, плюс 9k. Ну, раз так вышло, давайте я удобнее возьму вектор n в три раза меньше. Ну, пускай 3n будет, а n, значит, я возьму вектор i минус 2g плюс 3k. Да, то есть понятно, что это все равно остается вектор нормали. Так, тогда следующий момент какой у нас. Вектор нормали мы получили, и по точке вектору нормали мы можем составить уравнение плоскости. Ну, соответственно, уравнение плоскости имеет какой вид? x минус 2y плюс 3z плюс c равно 0, ну, где коэффициенты при переменных x, y, z — это компоненты вектора. Ну, а значение c надо определить из того, что плоскость проходит через эту точку. Подставляя координаты, мы получаем 2 плюс 2 плюс c равно 0, то есть c равно минус 4. Итого выходит, что уравнение плоскости это x минус 2y плюс 3z минус 4 равно 0. Это есть уравнение плоскости гамма, содержащей прямые l1 и l2. Также можем заметить, что вот эта вот прямая с направляющим вектором b, она параллельна плоскости гамма. Ну, можно сказать так, что поскольку у нее направляющий вектор совпал с вот этим, это более-менее очевидно. То есть плоскость гамма, она имеет вот два направляющих вектора таких. Но если бы мы, например, выбрали другие точки, то могло бы так не получиться. Но все равно этот факт устанавливается каким образом? Что b умножить скалярно на n равно 0. Ну, а это скалярное произведение векторов с известными координатами, оно легко считается. Из этого следует, что b параллельна гамма, то есть l3 прямая параллельна вот этой плоскости гамма. Ну, а дальше давайте мы примерно уже прикинем тогда, какая у нас картинка и поймем вот геометрический суть дела. У нас есть плоскость. В этой плоскости лежат две параллельные прямые. Это вот плоскость гамма, и в ней l1 и l2 находятся. И есть третья прямая, l3, которая параллельна плоскости гамма. У нас на каждый из точек, на каждый из прямых выбирается по точке. И нам надо определить минимально возможную площадь получившегося треугольника. Давайте мы на задачу посмотрим так. Возьмем какие-нибудь две точки на этих прямых и какую-то точку на прямой l3 и скажем, что вот это вот у нас основание треугольника, а вот это высота. Тогда площадь треугольника — это у нас 1,2, а h. При этом, поскольку прямая l3 параллельна плоскости гамма, то мы можем сказать, что h больше либо равно, чем расстояние от l3 до гаммы. Давайте это расстояние обозначим буквой d1. А а — это расстояние между точками, лежащими на двух параллельных прямых. Значит, а больше либо равно, чем расстояние от l1 до l2. Ну и давайте его обозначим как d2. Ну и далее надо, вообще говоря, показать, что могут одновременно вот в этих двух неравенствах достигаться равенства. Ну и тем самым будет показано, что минимальная площадь — это есть не что иное, как 1,2, d1, d2. Ну, как это сделать? На самом деле ситуация довольно простая. Возьмем произвольную точку на этой прямой, на l3, и опустим из нее перпендикуляр на плоскость гамма. В какую-то точку этой плоскости он попадет, даже и не суть важна, в какую именно. Вот. И дальше через основание перпендикуляра мы проведем прямую, которая перпендикулярна обеим этим прямым. И тем самым мы в итоге получим треугольник, в котором высота это есть в точности h, ну то есть в точности расстояния от прямой до плоскости. А также вот это вот основание, которое у нас а отмечено, это есть в точности расстояния между параллельными прямыми. Ну и тем самым мы получаем, да, что минимум достигаться вот этот у нас может. И там, и там разом. То есть это ничему не противоречит. Так. Ну, дальше все, чтобы дорешать задачу до конца, нам надо две простые технические вещи сделать. Надо найти расстояние от прямой до плоскости. Но это делается как? Выбираем на прямой произвольную точку и находим расстояние до плоскости. Уравнение плоскости у нас уже составлено. На прямой L3 мы можем выбрать, например, точку M с координатами 0, 0, 0. И дальше расстояние. То есть D1 — это есть расстояние от M до γ. И это есть 4, деленное на корень из 1 квадрат плюс 2 квадрат плюс 3 квадрат. Ну, вроде это стандартная формула. Так. А D2 — это расстояние между параллельными прямыми. И тут лучше как сделать, мы тоже вспомним формулу, что если есть две параллельные прямые, на одной из них отмечена точка A1, на другой A2, и еще у нас есть направляющий вектор A, то тогда проще всего расстояние между ними определить так. Возьмем площадь вот этого параллелограмма, построенного на двух векторах, и поделим ее на длину основания. Ну, как раз если площадь поделить на длину основания, у нас получится высота расстояния между этими прямыми. а в итоге у нас выходит, что площадь — это есть модуль векторного произведения, а длина основания — это модуль A. И дальше такое очень удачное совпадение, что в действительности мы уже векторное произведение это считали, и оно у нас выж... это 3N, да, то есть это выходит 3 корня из 1 квадрат плюс 2 квадрат плюс 3 квадрат. Ну, а вектор A, вот он у нас такой, то есть это по длине корень из 3. И оказывается корень из 3 умножить на корень из 14. Ну и дальше S минимальная — это 1, 2, D1, D2. Это вы уже можете посчитать сами. Вот, да, вернусь немножко к этой задаче. Да, это действительно, это, конечно, у нас парабол. Ну, не вся парабола, кусок параболы. На самом деле даже не пытался, не задумывался о том, что это за кривая, потому что для решения задач этого вообще не нужно. ну, действительно, если выразить, то у нас получается вот так вот. Ну и если мы возведем в квадрат, ну там еще какие-то ограничения будут, ну и сделаем замену переменных, афинную, то видно, что это у нас и правда парабола. Ну, да, в общем, для решения задачи это совершенно не принципиально. то есть комментарий правильный, но, так скажем, в общем, для решения задачи не очень-то он и требуется. Дальше у нас десятая задача, тут довольно длинный текст, советую с ним ознакомиться. Дальше. Дальше. Ну, надеюсь, все прочитали. Ну и тут я что могу сказать, что вот эта задача, ну она требует неких таких знаний из линейной алгебры, ну, то есть если вот предыдущая задача геометрическая, там, ну, какие-то знания, конечно, тоже нужны, то есть если вы забыли, как считать, что такое векторное произведение или как составить уравнение плоскости, ну, наверное, тоже тяжко, да, не решиться. Ну, тут вот надо также знать некие свойства самосопряженных операторов, да, вот что-то помнить. То есть если вы это помните, задача будет даже куда короче предыдущей, если нет, то, конечно, сложно тут что-то сделать. Значит, значит, какие вещи нам тут нужно вспомнить. Первое, что если у нас матрица оператора симметрическая в некотором базисе, то оператор у нас самосопряженный. А для самосопряженного оператора у нас известно, что существует базис из собственных векторов. Поэтому третий собственный вектор обязан существовать. Это еще не ответ на вопрос задачи, потому что, ну, мало ли вдруг, если вдруг у нас третий собственный вектор имеет координаты какие-то, вместо четверки тут ноль. Да, то есть до конца мы пока что не ответили на этот вопрос. Но базисы собственных векторов существуют. Следующий момент у нас такой, что след матрицы — это есть инвариант, матрица линейного оператора. Что имеется в виду? Что в каком бы базисе вы не записывали матрицу линейного оператора, след этой матрицы окажется одним и тем же. В частности, вы можете записать матрицу в базисе из собственных векторов. А в базисе из собственных векторов известно, что матрица имеет вот такой вот вид, ну, где на диагонали стоят собственные значения. И какие у нас собственные значения? Лямбда 1 — это единица, лямбда 2 — это двойка. Ну, это вот они заданы. А след — это у нас инвариант. То есть лямбда 1 плюс лямбда 2 плюс лямбда 3 — это шестерка. Ну, тогда отсюда мы моментально находим, что лямбда 3 равно тройке. То есть уже собственное значение мы нашли. И следующий момент, который надо вспомнить, что если все собственные значения различны, то для самосопряженных операторов получается у нас так, что собственные векторы, которые соответствуют различным собственным значениям, должны быть ортогональны. Поэтому получается, что собственный вектор А3, он у нас ортогонален и А1 и А2. Ну, поскольку пространство трехмерное, то вектор ортогональный обоим векторам А1 и А2 можно найти просто как векторное произведение. Давайте смотреть. Вроде так, минус 4i, потом g у нас минус g выходит, и k, по-моему, выходит плюс 7k. Ну, тогда понятно, что чтобы был собственный вектор с координатами 4xy, надо взять 4, 1, минус 7. Ну, и вектор мы тоже нашли. Так. Ну, в принципе, на этом задачи закончились. То есть, как видите, всего, ну, 4 часа отведенные на Олимпиаду в принципе решить возможно. Были и те, кто практически полностью справились со всеми задачами. Ну, наверное, уже для студентов магистратуры нет большого смысла рассказывать о там правилах, ну, о какой-то стратегии на Олимпиаде, как распределить время и так далее. Вы уже прошли через такое количество экзаменов, что все это вам знакомо. Ну, на всякий случай, да, напомню, что вот задач много, их 10 штук. Темы разные, да, и поэтому все-таки вы не засиживайтесь долго над одной задачей, если она у вас не получается. Да, то есть, прочитайте все условия, выберите то, что вам легче и, ну, смотрите, что вам легче решать и начинайте с этого, да. Потом уже переходите к более сложному. Ну, и, конечно, еще тоже такой момент, что задачи предлагаются из разных математических дисциплин. Ну, и, быть может, вы там себя, скажем, в матанализе чувствуете лучше, чем в теории вероятности. Но, тем не менее, это не значит, что задачи по теории вероятности вам нужно игнорировать. Потому что может так сложиться, что вот несмотря на то, что одну дисциплину в целом вы знаете лучше, чем другую, может оказаться, что, тем не менее, вот задачу решите вы по той дисциплине, что вы знаете хуже. То есть никто в рамках одной дисциплины тоже очень большое количество различных задач. И может так получиться, что вот именно то, что дали, вот вы сообразите, как решать. А то, что в более хорошо вам знакомой дисциплине окажется сложнее. Ну, это все такие, в общем-то, банальные слова. Не мог бы я показать критерии оценки. Вот смотрите, какая история. К сожалению, сейчас я этого сделать не могу. Давайте я просто... Ну, сейчас они у меня не готовы, я их не смогу вывести на экран, у меня их просто нет. Они, в принципе, есть, и я думаю, что ничего в этом такого не будет, если мы тоже в описании к видео, после добавим ссылку на вообще решение всех вариантов и критерия оценивания. То есть они выкладывались в открытом доступе, все участники могли с ними ознакомиться, посмотреть. Так что я думаю, мы просто поступим таким образом. Там, ну, вы тоже сможете ознакомиться. А, наверное, вот какой практический совет хотелось бы дать, да, что вот имеет смысл. Что, как видите, задачи оцениваются в 2-3 балла. И, ну, в некоторых задачах бывает так, что там уж ставится либо полный балл, либо ничего не ставится. Ну, это же там решение короткое, ну, весь вопрос, догадались вы как сделать или не догадались. Но бывает, вот в каких-то задачах решение состоит из нескольких этапов. И если вы какой-то кусок задачи решили, то за него, да, за частичное продвижение могут какие-то баллы поставить. Заранее вам, естественно, критериев никто не сообщает, поэтому, ну, неизвестно, оценят это продвижение или нет. Ну, тем не менее, если вот вы чувствуете, что какой-то разумный кусок вы сделали в задаче, то написать об этом стоит, и как-то надо вот аккуратно это оформить, чтобы было видно, да, что вот этот результат получен. Ну, как, например, здесь, если вы смогли найти лямбда, ну, а не смогли найти собственный вектор, ну, очевидно, что вот эту часть записать нужно, да, то есть, по крайней мере, кусок решения у вас уже есть. Да, значит, вот это вот такая, видимо, еще небольшая информация. Ладно, если больше вопросов нет, то тогда на этом все. Всем спасибо за внимание, успехов на Олимпиаде и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok